Девчонки, всем привет! Скоро уже весна, поэтому сейчас сниму для вас капсулу, такую небольшую, несколько вещей, максимум сочетаний между собой. У нас будет все такое повседневное, практичное, веселенькое. Подойдет для тех, кто ведет активный образ жизни, кто работает, но не обременен строгим дресс-кодом, то есть у нас там не будет никакой классики. И вообще, как вы знаете, классику мы не любим, потому что это плюс 10 лет. Вот так. Вот смотрите, что у нас тут есть, 8 вещей, аналоги которых есть практически, я думаю, в каждом гардеробе. Ну вот первый у нас такой вот легкий джемпер, он облегченный, это вискоза, поэтому вполне себе такой весенний вариант. Далее классическая белая рубашка в таком вот неклассическом исполнении. Но если у вас есть просто белая, то тоже пойдет. Вот такой вот веселенький худи, потому что все-таки весна, ну и хочется чего-то такого яркого, забавного. Юбка. Юбка подойдет и для тех, кто ходит на работу, и с кроссовками ее можно, в общем, хоть с чем. Такая вот в синем цвете она у нас. Это вот черные джинсы скини я взяла. Пусть, конечно, многие говорят, что они уже не модные, но бросьте, девочки, и стройнят, и худят, и с чем угодно, и куда угодно. И вообще, когда лень собираться, наша палочка-выручалочка. Такие вот широкие брючки. Они тоже из тонкой ткани, поэтому тоже на весну. Ну и два элемента верхней одежды. Это вот такой вот тонкий пуховичок. Курточка. И пальто. Пальто в таком вот в черном цвете. Ну, при желании можете взять бежевый. Ну, черный любит у нас черный. Днем самого простого и понятного. День первый. Пошли мы гулять. Куда-нибудь гулять. В общем, надели мы скини. Надели, боже мой. Все время путаю. Туда толстовочку нашу веселенькую. Длинненькую. И сверху пальтишко. Смотрите, чем хорошо это пальто. Оно будет хорошо и в каких-то классических образах, но если бы уж носите, и вот в таких вот более спортивных. Пошел дождь, одели капюшон. А вообще для тепла сюда можно еще шарф какой-нибудь яркий замотать. Второе. На улице резко потеплело. Одеваемся полегче. Оставляем те же скини. Меняем обувь. Вниз у нас идет наша рубашечка. И легкая куртка. Манжет мы подкатали, но так и все-таки тепло. Вот, одели сюда какой-нибудь головной убор для красоты. И пошли. Нарядная, красивая. Ну что, день третий. У нас по-прежнему те же брючки, но на рубашку мы одели джемпер. Смотрите, тут сразу два варианта. И когда рубашка у нас с джемпером смотрится так. Если, допустим, мы оденем просто, у нас будет джемпер на голое тело, мы его вот так вот немножко вот, ну вы поняли, под огнем топорщица он не будет, потому что внутри рубашки не будет. И тоже будет уже новый образ. Поэтому считаем, девочки, как за два. Без верхней одежды-то мы с вами не пойдем. Поэтому предлагаю сверху пальтишко. Началось то, что у нас обычно бывает и весной. Началась вновь зима. А мы-то уже в пальто. Поэтому вот такой вот многослойный прием. Под пальто мы надеваем наш пуховичок. И нам становится тепло. Но при этом так же мы ходим красивыми. Нам ничего не мешает. Так же вместо пуховичка можно использовать жилетку. Если у вас есть. Вот так. Ну что, носить джинсы нам надоело. Захотелось чего-то более женственного. Взяли нашу юбочку-пульсировку. Добавили сюда свитерок наш. И курточку. Вот. Получилось очень мило, женственно. Обувь сюда можно и каблук, и не каблук. И с пальто тоже будет хорошо. В ручке юбка-свитер скучновато, да? Но кто вот любит что-то такое... Ох! Ну, в общем, что-то такое. Смотрите. Наша рубашка. Она же у нас такая. Классическая с неклассическими элементами. Поэтому она очень легко заправляется. Сама в юбку. А вот эти вот наши неклассические элементы мы оставляем сверху. Добавляем ремень. И получается вот такой вот бомбический лук. Та-дам! Или шляпу, пальто. Вы героиня стрит-стайла. Восхищенные взгляды вам обеспечены. Даю вам гарантию. Ну что, красиво побыли? Комплименты получили? Все. Теперь опять у нас бомж-стайл. Добавили худи к юбке. Кроссовки. Можно ботинки какие-нибудь. Типа мартинсов. Сверху наше пальто. Будет прикольно. В общем, примерно как-то так. Девочки, как говорит Алена, я как пацан во дворах. Пацан во дворах. Ну вот смотрите, брючки. Наш спитшотик. Я тебя не снимаю, что тебе. И курточка. Курточка, видите, сбоку расстегивается. Так что очень удобно засовывать руки в карманы, потому что они постоянно туда залезают. Ну что, девочки, надо брать. Надо брать. Смотрите, вот эти же брючки. Заправили мы в ботинки. Здесь могут быть ботинки повыше. Наш джемпер. Добавили мы на талию ремень. Тон обуви. И вот пальтишко сверху. Такой вот кэжелл у нас получился. Вот, девочки, последний наш образ. Рубашечка сюда пошла наверх. Мы взяли булавку от предыдущего ремня. Вот так вот ее закололи. И получилась у нас вот такая вот интересная история. Ну, конечно, можно же так не изгаляться, не изощряться. Ставить ее просто прямо. Либо заправить. Тут уже как вам больше нравится. Девочки, смотрите, рубашку мы полностью заправили в брючки. Показали ноги, откуда растут. И курточку сверху. Вот прекрасное цветовое сочетание. Ну, мне прямо очень нравится. Не знаю, как вам.